Что вы чувствуете, когда видите бедные индийские районы? Горы мусора, антисанитария, а река Ганг с кучей трупов, что разлагаются. Представьте, что весь мир превратился в бедные индийские районы. А все реки станут как Ганг. И это только в лучшем случае. В худшем – голод и смерть всего живого. Ждет ли нас такое будущее, зависит только от нас. Точнее, от нашего действия или бездействия по отношению к насекомым. Мы убиваем их десятками и даже сотнями. Делаем их жизнь сложной и опасной. Даже не думая, чем это нам грозит. Насекомые везде. Некоторые люди находят их очень интересными, в то время как другие даже не могут вынести мысли о них. Насекомые были здесь на Земле задолго до людей. И они здесь, чтобы остаться. Насекомые существуют уже около 400 миллионов лет. Это, безусловно, самое распространенное животное на нашей планете. Названо более полтора миллиона видов насекомых. Это в три раза больше, чем у всех остальных животных вместе взятых. Тем не менее, некоторые говорят, что насекомые, которым давно даны имена, составляют лишь небольшую часть насекомых в природе. Многие еще предстоит открыть. Мы можем найти насекомых практически в любой мыслимой среде обитания. Они есть во всех экосистемах планеты, кроме самой холодной. В мировом океане линия, ведущая к насекомым, превратилась в креветокеомаров. Их размер, форма, цвет, биология и история жизни настолько разнообразны, что делает изучение насекомого совершенно увлекательным. У насекомых три части тела – голова, грудь и хвост. У большинства насекомых три пары ног. И 95% насекомых в какой-то момент своего жизненного цикла могут летать. У них есть скелеты на внешней стороне тела, план тела, который сильно ограничивает размер насекомого. Именно по этой причине все насекомые маленькие. Этот недостаток несколько преодолевают социальные насекомые. Стая социальных насекомых может показаться одним большим телом, состоящим из сотен тысяч живых клеток. У насекомых было долгое время для эволюции, и они быстро развиваются из-за своей короткой продолжительности жизни. Различия между видами насекомых огромны, но есть некоторые общие тенденции. Большинство насекомых – жуки, тараканы, божьи коровки, светлячки. Это означает, что всю жизнь они имеют одну и ту же форму – шесть ног, твердое покрытие для их складных крыльев и способность летать, чтобы спастись от хищников или найти новое место. Некоторые насекомые живут двумя совершенно разными частями – бабочки, комары и девицы-мухи. Первая стадия – без крыльев и половых органов. Вторая стадия – с крыльями и половыми органами, но иногда без системы питания. Затем есть социальные насекомые, где каждая отдельная насекомая, кажется, функционирует как часть более крупного организма – пчелы, муравьи и термиты. Насекомые питаются, казалось бы, бесконечным множеством продуктов. Многие из них всеядны, это означает, что они могут есть разнообразную пищу, включая растения, грибы, мертвых животных, разлагающиеся органические вещества и почти все, с чем они сталкиваются в своей среде. Треть являются специалистами в своем питании. Это означает, что они могут полагаться только на одно конкретное растение или даже на одну конкретную часть одного конкретного растения, чтобы выжить. Некоторые являются хищниками или паразитируют либо на растениях, либо на других насекомых или животных, включая людей. Такие насекомые важны в природе, чтобы поддерживать популяции вредителей, насекомых или сорняков на приемлемом уровне. Мы называем это балансом природы. Хищные и паразитические насекомые очень ценны, когда нападают на других животных или растения, которые мы считаем вредителями. По какой-то причине большинство людей вырастают с мыслями «фу» всякий раз, когда они думают насекомые. Однако подавляющее большинство насекомых на самом деле полезны для человека и окружающей среды. Даже те, которые мы считаем раздражающими, например, комары, могут быть в некотором роде полезными. Комары на самом деле – опылители. Самцы комаров не кусают людей. Они пьют нектар и действуют как опылители. Один из видов мексиканских насекомых, которые считаются вредителями, опыляют какао-бобы. Поэтому у нас не было бы шоколада без надоедливых насекомых. Возможно, вы слышали, что каждый третий кус пищи, которую мы съедаем – это благодаря опылителям. Они включают бабочек, пчел, трипсов, жуков, муравьев и других. Некоторые растения вообще не могут выращивать пищу без опылителей, а некоторым просто нужно опыление, чтобы делать лучше, вкуснее и качественнее продукты. Ценность опыления растений насекомыми практически неисчислима. Медоносные пчелы явно являются одними из самых важных опылителей, и их усилия приводят к примерно 80% всех опылений в многих странах. Опыление также важно для эстетики. Представьте себе мир без цветов, и вы представляете мир без опылителей. Многие насекомые помогают расщеплять органические вещества. Нам нужны разлагатели насекомых, чтобы защитить нас от болезней, ускорить процесс разложения, очистить пространство на земле и избавиться от мусора. Насекомые очень важны как первичные или вторичные разлагатели. Без насекомых, которые помогают разлагать и удалять отходы, мертвые животные и растения будут накапливаться в нашей окружающей среде. Например, муравьи помогают расщеплять оставшуюся пищу. Мед, безусловно, занимает одно из первых мест в списке продуктов, производимых насекомыми, которые могут потребляться людьми. Хотя это не распространено. Для различных культур по всему миру. Они являются богатым источником белка, витаминов и минералов и ценятся как деликатесы. На самом деле сложно найти насекомое, которое в том или ином виде не поедалось людьми. Среди самых популярных цикады, саранча, богомолы, личинки, гусеницы, сверчки, муравьи и осы. Они также являются важным источником пищи для диких животных. Без насекомых пищевая цепь быстро сломалась бы. И наши более крупные животные умерли бы от голода. Они являются единственным источником пищи для многих амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Иногда кажется, что какое-то насекомое не обладает никакими искупаемыми веществами. Однако некоторые насекомые важны для борьбы с популяциями. Клещи оленей являются паразитами и переносят болезни. Но иногда это помогает держать популяцию животных под контролем. Равновесие в природе зависит от деятельности паразитов и хищников, большинство из которых – виды насекомых. Исследователи используют эту концепцию в области биологического контроля и добились огромных успехов во многих программах. Насекомые также дают людям широкий спектр продуктов. Пчелиный воск, пыльца и мед – все это широко используемые продукты, производимые пчелами. Шелк – ценный продукт, производимый червями. Признание шелка ценным продуктом восходит Китаю, предположительно к 2640 году до нашей эры. В настоящее время Китай ежегодно производит около 30 тысяч тонн шелка сырца, что составляет 80% мировых поставок. Большая часть шелка производится из коконов, тутового шелкопряда, бомбикс море. Насекомые хорошо известны в различных областях искусства. Бабочки, безусловно, являются одними из самых привлекательных существ в природе. Их цвета и узоры радуют нас большую часть года. Насекомые использовались многими обществами на протяжении всей истории и не ограничивались красочными и большими бабочками-жуками. Коренные американцы в Соединенных Штатах использовали части насекомых в своих поделках. Яркие покровы крыльев некоторых жуков используют для изготовления серьг индейцы Дживара в Эквадоре. Египтяне выбрали жука-скоробея символом своего бога Солнца. Пчелы были изображены на древнегреческих монетах. Большинство отраслей искусства выставляли насекомых в той или иной форме, включая большой выбор мировых почтовых марок. Они делают наш мир намного интереснее. Натуралисты получают огромное удовольствие, наблюдая, как работают муравьи, опыляют пчелы или патрулируют стрекозы. Можете ли вы представить себе, насколько скучной стала бы жизнь без бабочек или жуков-молний, которые добавляли бы интереса пейзажу? Люди получают много преимуществ, деля свой мир с насекомыми. Без них наш мир был бы совсем другим и намного хуже. Они очень важны и где-то на подсознании мы все это понимаем. Но задумываемся ли мы, что бы было, если бы все насекомые исчезли? Экологи говорят, что если бы все люди внезапно исчезли, окружающая среда Земли улучшилась бы. Но если бы все насекомые внезапно исчезли, это было бы катастрофой. Первым результатом будет гибель многих видов животных, хищных насекомых, за которой следует гибель большинства видов растений, опыляемых насекомыми. Насекомые – неотъемлемая часть экосистемы. И мы – ее злейшие враги. Есть насекомые, исчезновения у которых большинство людей бы только порадовались. Например, вредоносным комарам. Ежегодно они убивают сотни тысяч людей, передавая малярию, вирус западного Нила и другие болезни. Но если они исчезнут завтра, мы можем действительно загрустить. На Земле существует более трех тысяч видов комаров. И все они являются пищей для птиц, летучих мышей, лягушек и других животных. Отсутствие комаров означает, что эти существа и животные, которые их едят, могут голодать. То же самое и с ужасными тараканами, белковой едой для птиц, грызунов и даже людей. Если мы потеряем все 4400 видов платвы, целым экосистемам будет сложно выжить. Но нас ждут еще худшие неприятности, поскольку мы столкнемся с серьезной проблемой фекалий без одного из величайших переработчиков в мире – навозного жука. История научила нас, что именно происходит, когда эти твари не могут выполнять свою работу. Еще в 1788 году британцы завезли в Австралию крупный рогатый скот. И эти коровы много какали. Каждого из них достаточно, чтобы заполнять пять теннисных кортов каждый год. Но в то время, как навозные жуки в Британии питались и расщепляли коровий помет, аборигенные австралийские жуки не касались этого вещества, потому что эволюционировали, чтобы жевать только сухой волокнистый сумчатый навоз. Итак, коровий кал накапливался. К 1960 году скот засыпал навозом 500 тысяч акров пастбищ. Этого достаточно, чтобы покрыть большой город. И хотя немного фекалий отлично подходит для удобрений, этот океан навоза затопит растения азотом, что делает невозможным их рост. Итак, представьте, если бы все 8 тысяч видов навозных жуков, а также другие насекомые, такие как мухи, исчезли во всем мире. Земля будет по колено, ну, вы знаете. Сельскохозяйственные угодья, лес и пустыня рухнут, и повсюду будут плавать груды трупов. Большинство животных не едят трупы. Вот где появляются жуки плотоядные, также известные как дермастиды и другие насекомые-трупоеды. Более 500 видов этих ужасных гробовщиков живут по всему миру, пожирая мертвую плоть, пока не остается ничего, кроме костей. Конечно, голодные стервятники и бактерии все еще могут помочь, но этого будет недостаточно. Вот где мы можем оказаться в мире без насекомых. Умереть от голода, утонув в море какашек и трупов. А вы готовы голодать, гуляя по колено в фекалиях? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!